Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о препарате цефтриаксон. Цефтриаксон выпускается в виде порошка для приготовления раствора. Действующее вещество цефтриаксон относится к антибиотикам цифалоспорином 3-го поколения длительного действия. Цефтриаксон активен против большинства грамоположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Назначается данное лекарство при инфекциях дыхательных путей, лорорганов, почек, мочевыводящих путей, половых органов, кожи, мягких тканей. Также органов брюшной полости, желчевыводящих путей, суставов, костей, храневых инфекциях, сепсисе, инфекциях у больных со слабым иммунитетом. Еще его используют для предоперационной профилактики инфекционных осложнений при вмешательствах на желчевыводящих путях, органах пищеварительного тракта, мочевыводящих путях, гинекологических заболеваниях. Цефтриаксон вводят внутримышечно или внутривенно. Перед началом курса лечения необходимо исключить аллергию, проведя кожную пробу. Взрослым детям 12 лет или массой более 50 кг назначают 1-2 г 1 раз в сутки. При необходимости суточную дозу можно повысить до 4 г. Новорожденным младенцам до 2 недель назначают 20-50 мг на кг тела 1 раз в сутки. Новорожденным младенцам возрастом от 15 дней, а также детям до 12 лет назначают 20-80 мг на кг 1 раз в сутки. Внутривенно дозу, равную 50 мг на кг или выше, нужно вводить путем инфузии на протяжении минимум 30 минут. Антибиотико-терапию следует продолжить еще 2-3 дня после того, как нормализуется температура тела, результаты анализов. Нельзя назначать цефтриаксон при аллергии на пенициллины у беременных и кормящих грудью женщин. Спасибо за просмотр! Будьте здоровы! Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал! Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал!